Приветствую, уважаемых подписчиков, читателей и зрителей наших каналов. Уже всем хорошо известно, что два американских конгрессмена, лучшие имена зачитаю, Джо Уилсон и Стивен Коэн, вынесли на обсуждение в Палату представителей предложение о непризнании Владимира Путина главой Российской Федерации. В случае его решения баллотироваться у президента России в 2024 году, равно как и известна реакция на это официального российского истеблишмента. МИТРФ назвал это вмешательством во внутренние дела России, а Совет Федерации в лице одного из его представителей заявил, что это приведет к разрыву дипломатических отношений между Россией и Соединенными Штатами. Но, думая нам на наших каналах, куда интереснее комментарии происходящего со стороны оппозиционных политиков, я решил остановиться на комментариях Геннадия Гудкова. Он прокомментировал ситуацию в интервью каналу Марка Фейгина. Прежде всего, что он заявил, что с момента изгнания Советского Союза в 1940 году из Лиги Наций за агрессию против Финляндии, такого национального позора у нас не было. И это надо было еще постараться, довести американцев до такого состояния. Вот как он об этом сказал. Ну, я хочу сказать, что с момента изгнания с позором Советского Союза в 1940 году из Лиги Наций, сейчас это организация объединенных наций, да? За агрессию, неприкрытую агрессию, начало войны против Финляндии, бомбардировки городов, мирных жителей, вот за это был исключен Советский Союз, ну и прочие агрессивные действия из Лиги Наций. С тех пор такого позора, такого вот открытого обзывания президента или там руководителя страны нелегитимной фигуры, такого не было. Это надо еще было постараться, довести американцев, которые всю жизнь помогали, кстати говоря, России и Советскому Союзу в том числе не умереть с голоду или выиграть войну, но это надо постараться, надо еще талант иметь, довести американцев до такого состояния. Также он добавил, что, насколько ему известно, профильные комитеты обеих палат американского парламента уже одобрили эту резолюцию. А это значит, что она, скорее всего, в ближайшее время будет поставлена на голосование и, скорее всего, будет принята. Дальше он сказал много нелицеприятного в адрес лично Путина, но я этого, понятно, не буду повторять. Но что будет дальше, если такая резолюция будет принята, по мнению Гудкова? Российская элита вся корнями на Западе. У нее там все деньги в западных банках, и там уже давно живут все ее семьи. Но если такая резолюция будет, наконец, принята, то Запад, по мнению Гудкова, наконец перестанет разговаривать с российской элитой и начнет, наконец, действовать. И если в 2024 году Путин не уйдет, по-хорошему, на покой, то он полагает, что начнутся аресты активов нашей элиты за рубежом. А это касается практически всей путинской элиты, включая его дочерей. Марк Фейген также ответил, что в Великобритании готовится закон, который значительно упрощает процедуру лишения британского гражданства. А очень многие семьи путинской элиты живут в Англии. Есть цифра, что в Англии живет порядка 300 тысяч российских семей. Что здесь можно сказать? Мера со стороны парламентов, что Соединенных Штатов, что Великобритании вполне ожидаемая. Но не было непонятно одно, почему Запад тянет здесь так долго. То, что так называемым друзьям Путина нельзя было против Запада даже рот раскрывать, было понятно вполне. Но проблема в том, что они его, тем не менее, раскрывают. И ой, как раскрывают. Тем не менее, Запад ограничивался только словесным осуждением. При этом, имея все возможности мгновенно взять Путина и его друзей за самое больное место. За карман. По этой причине я достаточно долго верил Валерию Соловью. И уделял его словам достаточно много места на наших каналах. Словам о том, что у Путина очень серьезные проблемы со здоровьем. И поэтому он в самое ближайшее время будет вынужден покинуть пост президента Российской Федерации. Вначале, если кто помнит, он заявлял, что это произойдет до конца этого года. Потом, как говорится, несколько сменил пластинку и начал говорить, что это произойдет до мая 2022 года. И на Западе, дескать, об этом прекрасно знают. И именно поэтому там до сих пор никто и не ставит вопрос ребром. Равно, как он говорил, что между российской и западной элитой есть негласная договоренность. Как только Путин оставит место президента и передаст его Мишустин, российская политика сразу повернется на 180 градусов. И Мишустин начнет оттепель, аналогичную Хрущевской и Горбачевской. Это, да, безусловно, объясняло странную позицию западного эстеблишмента в отношении эстеблишмента российского. Но вот это выступление указанных американских конгрессменов заставляет как минимум в этом серьезном сомниться. То ли Валерий Соловей, получается, говорил неправду, то ли состояние Владимира Путина вдруг всерьез пошло на поправку. Но что бы там ни было, но время разговоров с Путерной компанией явно заканчивается. И думаю, что это хорошо. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах, пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики. Какие именно вы видите на конечных заставках. Субтитры сделал DimaTorzok